Начинаю с серии уроков по StableDivision. Хочу ложиться в три, хотя их надо как минимум тридцать три. StableDiffusion это вот такая вот невзрачная штуковина, которая творит чудеса. Кто-то скажет, ну чего там, посмотрите, что Миджонни вытворяет. Да, но там вы созерцатель, а тут вы почти полностью контролируете процесс. Там платно, тут бесплатно. Там на чужих серверах, тут на вашем компьютере. Да и в конце концов в StableDiffusion можно сделать то же, что и в Миджонни. Есть модель, которая его почти точно имитирует. Ну, кроме того, есть модели, которые имитируют пленку 70-х годов, аниме или стилистику GTA. Ну что я вам рассказываю, что называется за мной читатель, сами все увидите. Лично я в восторге. Единственное, начинать нужно с установки, и я даже сделал урок про установку, но потом решил, что не зацепил. Пока вы не поняли, что это, зачем вам установка. А я очень хочу, чтобы зацепило, поэтому сегодня сгенерим изображение, а через день выйдет урок про установку. Значит, что у нас тут есть. Сюда вставляем prompt. Это negative prompt, чего не должно быть в изображении. Понятно, что про все подробнее расскажу потом, но коротко. Это сэмплер, количество шагов, ну и так далее. Здесь то, что можно сделать с изображением, когда оно появится. Здесь всяческие дополнительные возможности. Загляну один раз, потому что про каждую можно делать курс. Даже про сеттингс, то есть настройки. Ну, open source, чего вы хотели. Train. Тут можно тренировать модель самому. Checkpoint Merger. Склеить модели. PNG Info. Информация об изображении. Ну ладно, это покажу. Это быстро. У всех изображений, которые вы генерируете, есть метаданные. Если закинуть сюда изображение, эти метаданные можно увидеть. Полная информация, которой достаточно, чтобы сгенерировать точно такое же изображение. Кстати, ту же информацию можно получить, если закинуть изображение в промп. И там и там можно кидать JPEG. Не только PNG. Но пора уже что-нибудь сгенерировать. Тут есть обряд посвящения. Если вы еще ничего не генерировали раньше, начинать нужно с млекопитающих в сверкающей броне. В соединении с Грэгом Рудковский. Это художник. Многие, кстати, этим и заканчивают. Смысловые блоки, которыми зачастую являются и слова, пишем через запятую. И поставим две копии. Про разницу между бачкаунт и бачсайз расскажу, хотя ее нет. Когда изображение генерируется, его можно отменить. Ну то есть скинуть генерацию и пропустить текущее. То есть skip. Он не закончит генерацию этого изображения и перейдет к следующему. Но тут он генерирует сразу по два, показать не смогу. Поэтому давайте изменим бачкаунт. Значит interrupt все скинули. Забыли. Skip. Пропустили эту генерацию, перешли к следующей. Хотя эту жалко, могло получиться что-то путное. Эту оставим, миленько. А эту пропустим. Вот видите, эту он не доделал. А эту прогнал до конца. Так, ну и давайте начнем с негатив промпт. Вот пример, на котором это наглядно видно. Значит вот такой промпт у меня был в одном из запросов. Это пока уберем. И вернем модель 1.4. Не волнуйтесь, про все расскажу в свое время. Значит это у нас воин мышь в сияющей броне. И в числе генераций попадается компьютерная мышь, которая тоже является мышью. Не совсем, конечно, воином, но тоже сияет. Что бы вы делали в миджоне? Попробовали бы веса, но это, прямо скажем, не всегда помогает. Что мы сделаем в Stable Diffusion? Мы добавим в негатив промпт слова Computer Mouse. И вы уже поняли, что таким образом мы говорим, что мы не хотим, чтобы в выдаче были компьютерные мыши. А также мы не хотим, чтобы в выдаче были деформации, плохая анатомия, дисфигуры и прочие уродства и мутации. Это Христ, автор портативной версии, добавил по умолчанию. Это действительно работает, поэтому лучше не удалять. А добавлять свои слова, как в случае с компьютерной мышью, если вы не хотите ее в выдаче. Ну или если вам нужны именно мутации, убирайте это слово. При следующей загрузке все слова вернутся. Вот, кстати, даже почти Warrior получился, но все равно немного комично. Как сделать именно воина, а не мышонка? Слово антропоморфный, то есть человекоподобный. Как ни странно, это работает лучше всего в данном случае. Тут, кстати, можно писать на разных строках и это тоже дико удобно. Запятые в конце строк не нужны. Ctrl-Inter запускает генерацию. На вот, хоть что-то. Ну все равно, конечно, так себе. Поэтому ждите следующего урока, точнее через один, там это немного облагородим. Но создание качественного промпта и глубокая проработка Stable Diffusion точно не задача этой серии уроков. Я подумываю о серии стримов на эту тему. Так что голосуйте лайками, комментариями и делитесь этим видео. Серия стримов – это сложно, нужно себя мотивировать. Ну и любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните – в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Воволомов и Теплица социальных технологий.